WBC согласились в очередной раз перенести торги по бою между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, на кону которых будет стоять пояс организации. По информации инсайдера Лэнса Пагмайера, командой договорились и бой так и состоится в Лондоне на арене О2. Кроме этого, Пагмайер утверждает, что по словам Боба Арума, сторона Ломаченко примет условия, предложенные промоутером Кэмпбелла Эдди Хирном, и поединок состоится 31 августа. Также Василий Ломаченко в настоящее время восстанавливается после травмы, полученной во время поединка с Энтони Кроллой, и в то же время продолжает подготовку к поединку против Люка Кэмпбелла. Ломаченко прекрасно проводит время в столице Таиланда, Бангкоке, наслаждаясь активным отдыхом и в то же время не забывая о тренировках. Ломаченко разместил в своем инстаграме короткий ролик своих тренировок, где он делает отжимания, упражнения с гирей, а также отработал несколько приемов из муай-тай в своем тренировочном зале Веном. По сообщениям портала Boxing247.com, Сауль Альварес собирается выйти на ринг 14 сентября, вне зависимости от итогов переговоров с Геннадием Головкиным. Сауль Альварес сказал, что выйдет на ринг 14 сентября с Головкиным или без него в качестве оппонента. Канело хочет, чтобы третий их поединок, который должен будет ответить на все вопросы по поводу сильнейшего их противостояния, также прошел в Лас-Вегасе. Переговоры между бойцами пока взяли перерыв, но Golden Boy намерен вернуться к ним позже, сообщает портал. Также журналист Джеймс Лейтер считает, что Сауль Альварес поступает крайне некрасиво по отношению к фанатам, выдвигая ультиматум Геннадию Головкину по поводу проведения боя в Лас-Вегасе. Здесь дело уже не в деньгах, и Головкину и Канело Дозон и так хорошо заплатил. Речь идет о справедливости. Головки не чувствует, что с ним справедливо обращались в боях с Канело в Лас-Вегасе. Большинство фанатов считает, что Triple G выиграл первый бой, а также был ближе к победе во втором. Пока Канело и Далахой твердо стоят на своем, но будет очень стыдно, если Головкин ограбит и в третий раз. Конечно, компромисс может быть достигнут. Головкин хочет драться в Нью-Йорке. И что с этим не так? У Канело был свой путь в первом и втором боях, так почему Triple G не может выбрать нейтральное место для решающего боя? Давай, Канело, подыграй хоть немного, пишет автор. Также твиттер сайта fightnight.com прокомментировал выбор возможного места проведения третьего боя – Головкин-Канело. Справедливости ради единственного места в США, где Головкин может выиграть решением судей у Канело – это Нью-Йорк. Хотя даже это под вопросом. Вегас настолько облажался, что по крайней мере есть небольшой шанс, что Головкину отдадут третий бой, чтобы он сделал 1-1-1, гарантируя тем самым четвертый поединок. Глава топ-рэнк Бупарум, который представляет интересы Теренса Кроуфорда, сообщил о приблизительной дате следующего боя своего подопечного. Функционер продолжает надеяться, что этот поединок будет обвинительным и соперником Кроуфорда станет чемпион IBF Errol Spence. Кроуфорд, несомненно, вернется в октябре или ноябре. Я надеюсь, что мы придем к соглашению и организуем бой, который все хотят видеть – Кроуфорд против Спенса. Теренс точно выйдет на ринг до конца года. Мы сказали, что намерены организовать этот поединок при участии ЕСПН и Фокс, взять оплату за просмотр, а потом разделить гонорар пополам. Аналогично мы поступим со вторым поединком Уайлдера против Фьюри. Когда я позвонил Элу Хэймону, он сказал, что в этом году Спенс проведет еще один бой, а в следующем мы будем пытаться сделать бой Кроуфорда Спенса, сообщил Аром. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok